Привет-привет, с вами Кикс Контест и Лёха Матрас Флайл Уайт. Вот и закончился сезон наших тестов. Обычно он заканчивается вместе с баскетбольным сезоном, но в этом году, как вы видите, баскетбольные сезоны у некоторых команд закончились раньше, у некоторых еще не закончились, как в NBA, но у нас все стабильно, как всегда. За этот год мы выросли больше, чем в два раза и покорили планку в 10 тысяч подписчиков. Протестировали 23 пары и один мяч. Провели до хрена конкурсов и разыграли больше 15 призов. И хотелось бы подвести небольшие итоги сезона. Сейчас вы узнаете то, над чем мы работали весь год, а именно 5 лучших баскетбольных кроссовок сезона 19-20. Погнали! Мы протестировали Jordan Y-Not Zero 2 в самом начале сезона и они в первую очередь покорили свои амортизации. Толстый слой пены в пятке и добротный зум в носовой части, плюс энергии добавляет разделяющая пластина. В целом, кроссовки не провалились ни по одному критерию, а самое главное, что они универсальны и подойдут игрокам любой позиции. Adidas Dayme 6 Adidas Dayme 6 это был первый обзор нового десятилетия с применением нового оборудования и кроссовки попались достойные. Dayme порадовали превосходным уровнем комфорта и вентиляции. Пена амортизации Light Strike также на отлично справилась со своей задачей. Кроссовки подавляют нагрузку при приземлении даже у игроков с весом 100 кг. С тракцией отлично справляется разнонаправленная елочка. Хороший набор материалов, крайне интересный набор расцветок и все это за 8 490 по фулл прайсу. Что уж говорит, шестые деймы более чем достойны находиться в нашем топе. Линейка ПГ на протяжении всего своего существования держит марку и попадает в топ сезона. И четвертая модель не стала исключением. Максимальная оценка за комфорт была присужена благодаря двойному моноблочному сапожку и широким фиксирующим стретчам, которые не сдавливают ногу при затягивании. Фиксация при этом тоже на уровне, ибо нога становится одним целым с кроссовком. В Мицоле по всей длине расположена подушка Найки Эйр, которая в совокупности с пенным материалом отлично гасит нагрузку, при этом не теряет чувство корта. Протектор хорошо цепляется с паркетом, и при этом он достаточно прочный, чтобы выдержать асфальт. Лично я бы оставил себе именно ПГ, потому что мне зашел их внешний вид и функционал заточен под легких и скоростных игроков. Флагманская баскетбольная модель бренда получила максимальные оценки за комфорт и амортизацию не только потому, что в ней собраны премиальные материалы, а еще и потому, что они анатомически грамотно расположены. Конечно, за счет этого она имеет странный внешний вид, но ни одна часть кроссовка абсолютно не сковывает движения стопы, при этом кроссовок является одним целым с ногой. Хорошая работа дизайнеров, которые серьезно подошли к вопросу и учли все важные детали для максимально комфортной и безопасной игры. Наконец-то флагман ведет себя как флагман, а технологии применены не ради маркетинга, а ради повышения функциональности. Очень податливый и при этом легкий материал корпуса, в некоторых местах он практически прозрачный, что конечно же способствует хорошей вентиляции. За амортизацию отвечает широченный зум-баллон в передней части, а также зум-эйр в пятке. Причем последний больше для третьих-пятых номеров отрабатывает горизонтальные нагрузки, а передний зум оценят все данкеры и любители вертикальной нагрузки. С инженерной точки зрения, это сложная задача сделать так, чтобы все работало как надо. Проблему решает сложная вставка из термополиуретана под названием «Эклипс» со сквозным отверстием. Она также добавляет энергии при беге и прыжке. Кроссовки прекрасно ловят сцепление и хорошо фиксируют стопу. Они отвечают всем требованиям, которые важны в игре на любой позиции и занимают первое место нашего топа. Но с небольшой оговоркой, Adidas Hardenwall 4 набрали такой же общий балл, но все же они подойдут только разыгрывающим и крайним игрокам, а 34-й Джордан и все же более универсальны. Хотелось бы немного еще рассказать про открытие сезона. Это, как вы поняли, Anta GH1, которую мы еще по парочке с Саней заказали себе за свои небольшие деньги от не самого известного бренда. Эта пара показала отличные результаты на тестах, при том, что она еще выглядит достаточно стильно. И это было открытие нашего сезона. В этом сезоне оставляем в себе именно ее. И еще, конечно, охота сказать про разочарование из этого сезона. Есть модель, которая набрала наихудшие оценки за все время, что мы тестировали когда-либо кроссовки. Это Therma Colivet 900. Вот, увидите их сейчас на экране. Вот, это прям совсем кошмар. И немного расскажу о планах на будущее. Во-первых, как вы заметили, мы тестируем уже не только баскетбольные кроссовки, но и мячи, и мы будем продолжать это делать. А также будем тестировать не только баскетбольные кроссовки, а еще и лайфстайл кроссовки, на которые уже будет следующий обзор. Так что сезон 10, Кикс Контест стартует, и он будет очень крутой. Всем пиз, кушайте супчик. Субтитры сделал DimaTorzok